Так, подсудимый, у суда к вам несколько вопросов. При выяснении позиции в ходе главного судебного разбирательства после предъявления обвинения, после предъявления обвинения, позицию вы указали, что вину не признаете полностью. Сейчас, после допроса сторонами, стороной обвинения, стороной защиты потерпевшими, подсудимый, уточните еще раз свою позицию. По эпизоду истязания до настоящего времени позиция у вас не изменилась? Я не признаю вину, я никогда не истязался. Вот она в том виде. Так, по второму эпизоду, по эпизоду убийства, несмотря на то, что в зале судебного заседания была просмотрена запись, несмотря на то, что были уже часть материалов дела исследованы, допрошены, часть свидетелей, позиция у вас остается такая же? Я виноват, я всегда, я вот и на это... Разрешите мне чуть расширенно ответить в вашу честь, потому что это вот... Я виноват в том, что в ее смерти, я чувствую это чувство вины. Я хочу сказать, что я... Если бы я задумывал... Подсудимый, одну минуту. Уже вот на протяжении трех заседаний я вот слушаю, как вы вот это все рассказываете с эмоциями, со всеми подробностями. Уже больше, знаете, повторений нет необходимости. Уточните конкретно свою позицию. Я поставила прямой вопрос. Вину по предъявленному обвинению в совершении убийства, особо тяжкого убийства с особой жестокостью, признаете или нет? И в какой части, если признаете, и если нет, то дальше уже позиция? Я не признаю вину в умышленном убийстве с особой жестокостью, но в том, что в ее смерти есть моя вина, я в этом, я это признаю. Мои действия причинили, вызвали ее смерть, причинили ее смерть. Я глубоко раскаиваюсь, испытываю чувство вины, и поэтому я... Но чтобы я хотел ее убить умышленно, с особой жестокостью, не знаю, истязал ее, ну это просто... Вообще я не могу с этим согласиться. Это никак не... Да, побил, да, нанес побои, но не с целью причинить ей смерть. И вообще не думал, что вот такие последствия будут. Как понять не с целью причинить смерть, если вы наносите такие удары со значительной силой в жизненно важный орган голову? Уважаемый суд, позвольте мне обратить внимание суда присяжных о том, что... Защитник, вопросы к подсудимому не завершились. Я в порядке УПК имею право возразительное действие председательства еще. Позвольте мне высказать возражение. После того, как подсудимый ответит, потом суд предоставит вам возражение. По вашему вопросу, чтобы поговорить... Прошу садиться. Как подсудимый ответит, потом высказайте свои возражения. Прошу подсудимый. Я наносил ей удары по лицу, я признаю, нанес побои. Но у меня не было мыслей, я не считал, что вот пощечина может причинить смерть. Я вот просто... Ну вообще не было такой мысли у меня. Что в результате этого она может... У нее может произойти черепно-мозговая травма и так далее. Вы видели на этом видео даже, Ваша честь, что... Ну как бы вот она падает, да, стоит у моих ног. Я не наношу ей удары ногами. Лежит, упал у моих ног. Я не наношу ей удары ногами. А вы уже это рассказывали неоднократно. Позиция понятна, прошу садиться. Прошу, защитник. Уважаемый суд, вы задали сейчас только что вопрос подсудимому, да? Как вы не признаете причинение смерти, если вы с такой силой наносили удары в жизненно важные органы, в голову? Но, насколько я помню, и насколько мы все заметили, у нас подсудимый не признает вот это действие, что он наносил удары в голову с такой силой в жизненно важный орган, в голова. Он говорит, что только бил по щечину, как это видно на видео, и ногой нанес удар по ягодице. Это не голова и не жизненно важные органы. Поэтому ваш вопрос уже заранее содержит информацию, которая является предубеждением для присяжных. В связи с этим я вынужден выразить свое возражение на ваш вопрос, на формулировку. Спасибо. Возражение отклоняется, но тем не менее, учитывая, что на вопросы суда подсудимый вполне ответил обоснованно, как он считает, позиция подсудимого определена, но тем не менее, ваше возражение заносится в протокол судебного заседания. Так, секретарь, прошу... Спасибо.